И снова скандал на фоне цвета кожи. Клеопатра оказалась темнее, чем нужно. Netflix анонсировал выход новой документальной ленты «Царица Клеопатра». В сети едва появился трейлер, а вокруг картины уже столько разговоров про расизм. Главная претензия интернет-аудитории к кастингу проекта. Роль Клеопатра играет темнокожая актриса Адель Джеймс. Принадлежность древней египетской правительницы к негроидной расе фильм представляет как неоспоримый исторический факт. Однако Клеопатра, наследница македонской династии Птоломеев, была светлокожей рыжеволосой гречанкой. Под египетским солнцем не мудрено загореть, но не до такой же степени. Вопросы вызвал и эксперт-египтолог, фигурирующий в трейлере. Специалисты раскритиковали за стиль в одежде, отсылающей к культуре белых колонизаторов. Наконец, пользователи сети возмутило то, что создатели сериала пытаются переиначить историю на современный лад, представляя царицу египетскую скорее воином с мечом в руках, чем умнейшую женщину своего времени. Царица Клеопатра явно еще наделает много шума. Два новых сериала по Ведьмаку от Netflix. Отличные новости для поклонников вселенной Ведьмак. Канал Netflix готовит целых два спин-оффа. Первый из них выходит уже в середине декабря этого года. Действие мини-сериала «Ведьмак. Происхождение» развивается в той же вселенной, но за 1200 лет до появления Геральта. Это эпоха сопряжения сфер, то есть катаклизма, в результате которого слились воедино миры людей, эльфов и жутких монстров. Последние и стали причиной появления на свет первого Ведьмака, бесстрашного героя-мутанта, способного справиться с любой нечистью. Второй спин-офф пока находится на стадии разработки, но уже известно его рабочее название «Крысы». Для фанатов книг Анжея Сапковского оно говорит о многом. Речь идет о героях, которые появляются в третьем сезоне оригинального Ведьмака. Это банда юных грабителей, орудующих на территориях, захваченных Нильфгардом. Столкнувшись с ними в конце четвертой книги, Цири становится членом банды и даже находит среди них свою первую любовь. Что не так с новой сплетницей? В этом году вышел перезапуск сплетницы культового сериала конца 2000-х по книге Сесилии Фонси Гезер. Создатели попытались угодить как старым фанатам, так и новому поколению. Но в итоге сериал мало кому понравился. Вот за что его критикуют. Главная интрига оригинальной сплетницы в новом проекте перестала быть интригой. Уже в первой серии становится понятно, кто распространяет слухи о школьниках в соцсетях. Многим показалось спорным решение сценаристов сделать сплетницей учителей. Героев новой сплетницы называют шаблонными. Они похожи на персонажей старого сериала, но это смотрится неинтересно. Школьники выглядят слишком взросло, а учителя получились инфантильными. Критики отмечали посредственную игру и отсутствие химии между актерами. Новому сериалу не хватает драматизма. Подростки нового поколения осознанные, ответственные и психологически зрелые. Они не совершают подлых поступков, легко признают свои ошибки и быстро их исправляют. Но именно скандалы и интриги делали оригинал таким притягательным. А продолжение получилось скучным. Факапы новых экранизаций «Три орешка для Золушки». Ремейк любимого чешского фильма про Золушку, мягко говоря, разочаровал фанатов. Все ждали повторения волшебства в скандинавских декорациях. А получилась красивая картинка, которая не дотягивает до душевной и живой экранизации сказки «Братьев Гримм». За что же ругают новый фильм? Актеров подобрали неудачно. Золушку сыграла 25-летняя норвежская поп-певица без актерского опыта. Фанаты посчитали ее симпатичной, но недостаточно юной и очаровательной. А южная внешность принца, по мнению многих фанатов, не сочетается с северным антуражем. Удивил и странный грим. Мачехи придали демоническую внешность с неестественно белой кожей и темными губами. Зрители сравнили ее с Дракулой. Многим показалось странным, что у Золушки почти все время грязное лицо, не только после работы, но и на прогулках. Непонятно тогда, почему руки и одежда у нее при этом чистые. И под конец унылый саундтрек, который совсем не добавляет волшебства. Это неудивительно. Сложно конкурировать с полюбившейся всем музыкой Карла Свободы и заразительной песней «А где твое гнездо, птичка?». Розали разбила сердце Эдварду, а Эли слежала в психиатрии, чего не показали в фильмах саги, но могут показать в сериале. В «Сумерках» очень много интересных героев, но фильмы оставляют их внутренние надломы за бортом. Слегка касаясь других историй, они повествуют о любви Беллы и Эдварда. А что насчет других персонажей? Итак, в теории сериал разовьет линию каждого второстепенного персонажа и перенесет важные детали из книг на экран. Так, например, он может показать, что предназначенная для Эдварда Розали отказывается быть с ним. Она хочет настоящей любви, какую видела в семье подруги. Позже в Эммите она видит черты сына той самой подруги и потому спасает его. Элис до того, как попасть в семью Каллинов, пережила предательство семьи, психиатрическую больницу и охоту ищейки Джеймса. История Джаспера – это кровавая военная драма о герое, который был орудием в чужих руках и знает, что такое борьба с собой. Их мытарство и перерождение через любовь заслуживают не меньшего внимания, чем Белла и Эдвард. За что фанаты не взлюбились сериал «Король и Шут». Сериал о легендарных хоррор-панках стал настоящим событием этой весны. Фанаты группы с нетерпением ждали выхода картины, но многие разочаровались в фильме. Почему? Преданные поклонники «Короля и Шута» возмущены тем, как авторы изобразили главного героя. Экранный горшок представлен безграмотным хамом и беспредельщиком, который плотно сидит на веществах и приносит одни неприятности. В жизни Михаил Горшенёв был образованным человеком с высокими моральными принципами и тонкой душевной организацией. Недовольство вызвало и то, что на первом плане «Фронтмен», тогда как сериал заявлен как рассказ становления коллектива. Киношники обошли вниманием историю создания знаковых хитов Киша. В сериале много неправдоподобных сцен из лихих 90-х. Бандиты и рокеры не могли тусоваться в одном клубе и уж тем более не подружились бы благодаря песням. Некоторые преданные поклонники группы и вовсе назвали фильм сырой дипломной работой выпускника режиссерского факультета. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok